В Твери на это лето запланирован целый ряд ремонтных и благоустроительных работ, в результате чего столица Верхней Волжи должна преобразиться еще больше, что поспособствует привлечению туристов. Полным ходом идет первый этап реконструкции улицы Трехсвятской. В этом году также перемены ждут и Соборную площадь. Там будет возведен новый современный фонтан. Его жители и гости Твери смогут увидеть уже этим летом подробности прямо сейчас. Соборная площадь – территория рядом с путевым дворцом и новым, возведенным в наши дни Спасо-Преображенским кафедральным собором. Это не только духовный центр земли Тверской, но и место протяжения горожан и гостей столицы Верхнего Ужи. Поэтому ему особое внимание. Безусловно, объект с уникальной историей должен хранить в себе дух Старой Твери, но при этом соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Просто выложить бурщадкой площадь было явно недостаточно. Поэтому решено украсить эту территорию малыми архитектурными формами и фонтаном. Работы идут полным ходом. На сегодняшний день объект практически смонтирован. Это будет так называемый сухой фонтан. Здесь нет классической чаши, которую мы привыкли видеть у таких объектов. Здесь все оборудование современное. Оно смонтировано под землей. Сюда входит техника для подачи воды, освещения, а также музыкального сопровождения. Все это компьютеризировано и будет управляться со специального пульта, который расположен в одном из зданий. Там будет циркулировать очищенная, обеззараженная вода. А сама конструкция исключает попадание в нее дождевых стоков, что предотвратит загрязнение и цветение. Далее по плану уже пуска наладочной работы. Дело не быстрое, ведь фонтан-то будет непростой. Сейчас устраивается площадь и храм. Скоро будет на этой площади целый фонтан забьет музыкальный. Подбираем сейчас музыку. Так что еще плюсом такой центр притяжения для туристов и для жителей города. В репертуаре фонтана будет преимущественно классические и детские композиции. Запустить новый объект планируется уже этим летом. Кроме него площадь украшают новые скамейки и фонари. Кроме того, в 2023 году также запланировано продолжение восстановления здания Спаса Преображенского собора. Как отметил глава региона Игорь Рудене, важно в этом деле учитывать множество факторов. При выполнении работ необходимо обеспечить сохранение исторического облика территории у собора. Важно также создать локации, по которым будут идентифицироваться Тверь, где туристы и жители смогут сделать красивые фото на память. Впереди облицовка стен Владимирским камнем и завершение внутренних отделочных работ. Еще на площади планируется установить скульптуру святителя Симеона, который вдохновил князя Михаила Ярославича на возведение первого после монголо-татарского нашествия каменного собора на Руси. В настоящее время контракт заключен на изготовлении скульптуры. Ее автор – заслуженный художник России Юрий Хмелевский. Кроме соборной площади в процессе преображения и улица Трухсвятская. Там сейчас идет реконструкция. То, что столица Верхневолжья преобразилась, отмечают и сами жители Твери, и даже гости города. Мы приехали из Москвы. Видно, что город более спокойный, более тихий. И намного приятнее просто идти, смотреть все вокруг. И здания, они довольно-таки старинные. Мне это очень навевает, что есть где-то еще такое. В целом, очень приятно кулять. Ну, вот теперь катаюсь, постоянно, да, мне очень нравится. Дороги делаются, тротуары, плиточка, все, культурненько. Губернатор, это от них зависит, конечно. Они молодцы. Улицы стали обновляться, вроде красивые стали. Везде меняются тротуары, деревья посадка идет. Набережная мне нравится. Бываю, естественно, с горсадом. Ну, мне тоже нравится. Сейчас фонтан там будет. Цирк переделывать будут. Ну, радует. Я в окошко на него смотрю. Будут красивые будут. На дороге. Ну, вот хорошо будут переделывать Трехсвятское, что пешеходное. Хорошо. Напомним, что улица Трехсвятская победила в прошлом году в рейтинговом голосовании за объекты городской среды, которые будут благоустроены в 2023 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Реконструкция разделена на два этапа. В этом году стартовал первый – это участок улицы от Новоторской до бульвара Радищева. Здесь уже снято старое покрытие. Весной было объявлено голосование только за вторую часть работ. И вновь объект одержал победу, набрал свыше 5000 голосов. Поэтому реконструкция продолжится и в следующем сезоне.